И снова, здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте, братья и сёстры. В данном видео мы с вами поговорим об отношении армянства как некой националистической идентичности к понятию веры. Да, дорогие друзья, я ознакомлю вас с некоторыми фактами, о которых, возможно, некоторые из вас не знают, об одном уж точно многие не знают, тем более об этом новом факте, историческом факте, в котором армянство из монофизитов убивало и гнобило, я вас удивил, других армян, принявших православие. Будет, наверное, наиболее важным свидетельством того, что армянство является именно неонацистской организацией с ненавистью, относящейся ко всему, что не лежит в их интересах, даже к своим же армянам. То есть это идейный неонацизм. Он не лежит на понятии принадлежности человека к нации. Нет. Многие из нас ошибались, что всё заключалось только в тюркофобии. Вопрос оказался более широким, более обширным. Хотя факт тюркофобии в армянском радикализме просто лишний раз увеличил гонение на тех представителей даже своего народа, чьи интересы тире мировоззрения отличаются от мировоззрения армянских радикалов. Ну что ж, давайте поговорим. И начнёмте с самого главного момента. Когда мы говорим о гонении, который совершает армянство на тех армян, которые с ними не согласны, важно вспомнить один интересный момент, который очень, я бы сказал, ярко и чётко описывает. Раскол армян на две части. На ту молчаливую ныне часть, которая только-только начинает говорить свой голос. Это мирных армян. И армян, для которых человеческая жизнь ничего не стоит. Если человек выступает против их сугубо, их националистических мировоззрений. Они ведь не думают о простых армянах. И об этом мы тоже с вами поговорим. Для этого, для того, чтобы начать наш разговор, необходимо вспомнить такое понятие, как армянский эмират. Да, был такой момент, о котором даже пишет Википедия. Когда большая часть армянства поддержала арабский халифат, выступив против христианского мира. При этом происходило это на протяжении, как вы можете прочитать, 183 лет, 701-884 год. 183 года продлилось существование армянского халифата. То есть на протяжении 183 лет армянство служило распространению ислама, выступая против христиан. Несмотря на то, что я мусульманин и родился в мусульманской стране, хотя сейчас являюсь агностиком, то есть верю во Всевышнего, но стою немножко в стороне от религиозных непринадлежностей. Немножко. Есть такие люди, которые верят во Всевышнего, но стараются держаться немножко в стороне. По многим причинам, и прежде всего, я боюсь ошибиться. Да, боюсь ошибиться. Потому что многие из нас идут за учителями. А кто твой учитель? Можешь ли ты гарантировать, что он праведник? Поэтому я верю в Бога. Верю в Аллаха. Но во многом, опять-таки, сторонюсь религиозных аспектов. Я мусульманский агностик, если так можно сказать. Но речь не об этом. Речь не об этом, дорогие мои, а мы возвращаемся с вами именно к вопросу об армянстве. Армянский Эмират. Армяне – первые христиане, которые поддержали, тем не менее, арабов в распространении ислама. Как вы понимаете, выступая на стороне арабского халифата, они позволяли себе убивать христиан для того, чтобы продвигать интересы именно тогдашнего ислама. Они, в частности, поучаствовали в предательстве крупнейшего восстания против распространения влияния халифата, имеется в виду бобека, восстания бобека. Но этого мало. Ведь это более глобальное такое событие. А что же касается армян после тех далеких лет? Неужели они как-то восстановили свою идентичность с христианским миром? Да нет. Они, в частности, не погнушились участвовать в уничтожении удинского катали-кассата, о чем на канале вашего слуги есть видео, где я при этом ссылался на сайт, именно на сайт православной церкви бакинского катали-кассата, где четко описаны моменты, как армянство участвовало в уничтожении целой веры, целой христианской веры. Страшно, не так ли? Но и этого мало. И вот здесь мы с вами сейчас переходим к ненависти, которую армянство испытывает даже к своим христианам, чье политическое мировоззрение, чьи взгляды не совпадают с радикально ортодоксальными взглядами армянских националистов. об этом в частности писалось и в американской прессе. Да, в той самой, которая потом почему-то сподвигла власти, в частности США, признать так называемый геноцид армян. Но ранее она писала о другом. Армянский терроризм. Это целый научный труд, который был проведен в США по расследованию касательно данного аспекта. Здесь рассказано о многочисленных фактах преступлений, которые были совершены в частности даже на территории самих США. Я не буду зачитывать вам всю данную статью, меня в ней интересует определенный момент. вы видите насколько она обширная. В данной статье написано в частности об убийстве да, об убийстве армянского священника на фоне убийства его друга олигарха, который занимался продажами ковров и являлся другом персидского шаха, а также другом тех людей, которые возглавляли тогда Османскую империю. 1907 год. Кстати, в этот же момент армянские радикалы из партии Дашнак Цутюн совершали, скажем так, реформы в собственных уставах. Интересное совпадение изменения собственных уставов в армянском радикальном обществе и убийства совершенные в США в отношении крупнейшего представителя армянства в Соединенных Штатах Америки, а также убийства отца Каспара, армянского священника, найденного мертвым в сундуке несколько дней назад. в сундуке было также убийство другого священника прямо в момент проводимой им панихиды. Страшно. Страшно, дорогие друзья, тем более, что в данной статье говорится, что за этими преступлениями стоял как вы думаете кто? Стоял такой же священник, некто Левон Марту Гесян. Давайте прочтем небольшой отрывок. Четыре официальных обвинения выдвинуто против отца Левона Марту Гесяна, армянина, который, как утверждается, временами откладывал в сторону одеяния священника, чтобы заниматься вымогательством и шантажом. Как вам такое? Это монофизическая церковь. Но как вы думаете, вот эта ненависть, которая исходила от монофизической церкви в отношении тех армян, чьи политические взгляды отличались от их взглядов, заключалась только к ненависти внутри этой церкви? Или все-таки они были направлены в отношении армян, в частности, принявших православие? Вопрос интересный, но на него есть ответ. И ответ дал, как ни странно, сам же армянин, православный армянин, конечно же, он тоже не побрезговал исказить некоторые факты, в частности, озвучить о якобы имеющейся восточной и западной Армении, как о некой форме некогда существовавшей государственности. Но это уберем в сторону, здесь важно другое. Здесь важно то отношение армянских монофизитов к армянам, принявшим православие. Интересно. Давайте послушаем. Говорит блогер, но, к сожалению, я не знаю его имени и фамилии, название канала называется Блог православного христианина. Он убрал даже понятие нации. Это интересно. Кто такие армяне халкиданиты? Армяне халкиданиты это те армяне, которые приняли православное вероучение, составленное на семи вселенских соборах и следуют за вселенской православной церковью. Халкиданитами они называются, потому что приняли постановление четвертого вселенского собора, проходившего в городе Халкидон, бывшая Малая Азия, ныне Турция. И чтобы их не путать с армянокатоликами или армянами армянской церкви, в научной среде стали их называть армянами халкиданитами. На соборе в Халкидоне Вселенская православная церковь провозгласила христологический догмат о том, что в Господе Иисусе Христе две несмешиваемые природы, божественные и человеческие. После завершения Халкидонского собора в Восточной Армении произошло разделение на два религиозных лагеря, на тех, кто признал учения Халкидонского собора и на тех, кто не признал. Те, кто признали, оказались в меньшинстве и поэтому подверглись репрессиям и гонениям со стороны служителей армянской церкви. Вследствие чего вынуждены были мигрировать в православные страны, чтобы сохранить свою православную веру. Большинство из них перебралось в Грузию и Грецию. Что касается западной армянской... Давайте остановимся, потому что дальше уже начинается вот это то же самое заявление, которое делает и остальное армянство о существовании западной, восточной. Правда, он ничего не говорит о северной Армении. Уже это радует. Но дело не в этом. Вы слышите о гонениях? Он же мягко выразился об этом. Если армяне вынуждены были массово, часть армянского народа массово уходить с территории своей родины. Кстати, здесь возникает еще один момент. Это то, что армяне переселились массово в Грузию. Вас ничего не смущает? Ведь для того, чтобы массово переселяться в Грузию, они должны были проходить по той территории, на которой сейчас находится так называемая Республика Армения. Это то, как армяне постепенно появлялись в Закавказье. Давайте вспомним так называемая Великая Армения во времена парфянского царя Тиграна. Армяне условно назовем так, захватили часть Закавказья. Захватили. И, конечно же, часть армян осталась. Теперь исход армян прошу прощения халкоданитов. Халкоданитов. Часть армян, которые бежали с территории ныне Турции и бежали в сторону Грузии, также, конечно же, оседали и на территории нынешней Армении. В частности, часть из них могли осесть в Карабахе. Почему нет? Вторая волна. Данных волн по заселению тире появлению армянства в Закавказье можно также вспомнить, конечно же, времена Грибоедова, когда армян из Персии, Сирии и нынешней Турции переселяли в Закавказье. И картинка получается крайне интересная. Согласитесь. А давайте вспомним еще так называемый армянский халифат. Ведь тоже часть армян, поддерживая арабских халифов, переселялась на территорию, где сейчас находится так называемая Армения. Поправьте меня, если я в чем-то ошибаюсь. Надеюсь, никто не сможет сказать слово в упрек, что я что-то искажаю. Это правда. И, в общем-то, это не отрицают даже столь любимые армянами Википедия, а также многочисленные научные труды по данным историческим событиям. Ну, а сейчас очень интересный есть еще один аспект, трансформация, о котором я бы хотел, чтобы мы с вами послушали. Армяне очень обижаются, когда их называют монофизитами. Очень сильно. И они, немножечко изменив данное название в миофизитство, заявляют, что они не монофизиты, а миофизиты. Хотя данное понятие, как вы сейчас услышите от самого же армянина, появилось только в 20 веке. Послушаем. Это то, как армяне подделывают факты. Являясь монофизитами, они придумывают себе новое название. Приступаем. И в принципе я думаю, что армяне и сирийцы сейчас имеют вообще одну единую христологию, которая ни в чем нет. Впрочем, нет. Я пожалуй... Послушаем. Откуда он произошел? Значит, миофизитство переводится как? Если перевести на русский, то это будет слово звучать так. Одно природничество. Неграмотно. Верно? Если мы говорим монофизитство, одно природничество. Это грамотно. Ну, проблема с термином миофизитство в том, что этот термин искусственный. Он появился в 20 веке. Вы сами услышали слова не мои. Я даже дальше не буду писать, скажем так, запускать данное видео, но здесь сам же армянин православный заявляет о методах армянских лжи, которая начала наблюдаться именно в начале 20 века. даже в отношении собственной церкви. Интересный момент. Прежде чем закончить данное видео, я хочу ознакомить вас с еще одним видеороликом, в котором опять-таки тот же самый армянин ознакомливает своих зрителей с расколом, который наблюдается даже по нынешнее время в отношении монофизитов армян, а также армян православных. Об их, я бы сказал, антисимпатиях. Крайне интересно. Обязательно послушайте. Ну, подытожив данное видео, я хотел бы тем термином, который неоднократно в свое время произносил. Этот термин был придуман вашим слугой. Армянский народ, отказавшись от совершения геноцидов над другими народами, вернее, в меньшей степени обращая на это внимание, а да, они убивали турков, убивали азербайджанцев, но это для них так. Каждодневный процесс. Они также страдают и самогеноцидом. это самое страшное. Потому что народ, способный на самоуничтожение, для него ничего не весит человеческая жизнь, тем более представителей других этносов и народов. Что такое азербайджанцы? Что такое русские? Что такое турки? Что такое евреи? что такое англичане? Что такое, если надо, французы и персы? Да ничего, если для армян ничего не значит жизнь армянина. своего. Почему я об этом заговорил? Почему именно так я решил подытожить данное видео? Потому что в следующем видеоролике я вынужден буду вернуться к теме тех заявлений, которые делал Александр и к неким баталиям онлайн баталиям, которые сейчас происходят между Романом Багдасаряном и Александром Александр Александр Обязательно не пропустите следующее видео. Мы поговорим с вами о крайне важных аспектах в отношении того, что происходит именно в армянской блогосфере. Мы с вами вспомним некоторые моменты которые очень будут раздражать армянскую сторону, но они будут именно честными, чистыми и правдивыми. Если я вас заинтриговал, не пропустите следующее видео. Я же на этом заканчиваю данное свое видео. Всем до свидания, дорогие друзья. Всем пока. Всегда ваш Сеидов Камран. До свидания.